На улице темно, причем не уже, а еще. За последним подарком от сельчан с самого утра уже выстроились сотни казанцев. А знаете, что это последняя ярмарка? Да, 23-й уговорили, слыхала. По радио уговорили, по телевизору объявляют. Поэтому хочется что-то. Может, до Нового года долежать? Дозреет, повкуснее будет. Мы надеемся, еще приедем. Не грустно. Грустить некогда. У продавцов бойкая торговля, у покупателей последний шанс запастись фермерскими продуктами. По ценам ниже магазинных. А это уже площадка на Ямашево. Гусей к новогоднему столу разбирают сразу по несколько, а у кого-то праздничное меню еще интереснее. Анатолий Жуков каждую субботу на ярмарке, а к празднику тем более. Блюдо новогоднее будет. Пока не убежал, надо его съесть. Это вдруг... Слышали, что последняя ярмарка? А куда она денется? На будущий год будет. Счастья, здоровья. Новый год уже сегодня от Ново-Шешминского района. В роли Деда Мороза сельский библиотекарь. Всем подарки и горячий чай с пирогами. Огромное спасибо за такое внимание. Для пожилых все они организуют. Традиционные ярмарки в этом году стартовали 16 сентября. За это время успели продать уже больше, чем на миллиард рублей. За три года торговли вырос интерес и производителей, и покупателей. На проспекте Ямашево, если еженедельно торговали порядка 85-90 участников, сегодня вот 118 участников. Конечно, покупатели просят еще дополнительную ярмарку организовать. Не знаю, как это будет. Очень грустно. Нам бы хотелось вот еще после Нового года. И продолжению быть. Причем до праздника. Сегодня в Минсельхозе Республики решили по многочисленным просьбам провести предновогодние ярмарки и в следующую субботу. 30 декабря они вновь пройдут на всех площадках города. Лена Зинатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова